Девушки отдыхают 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 состояние являются коровы. Если коровы погибают, люди нищают. Когда царь Индра приказал Самвардаке и сопровождающим ее тучам отправиться во Вредаван, тучи ужаснулись злодеянию, которое им предстояло совершить. Но царь Индра заверил мне, отправляйтесь во Вредаван, я сам тоже прибуду туда, на своем слоне в сопровождении ураганных ветров и приложу всю свою силу, чтобы наказать жителей Вредавана. Получив приказ Индры, грозовые грозные тучи сгустились над Вредаваном и начали изо всех сил заливать его дождем. Непрерывно сверкали молнии, гремел гром, был сильный ветер, и ливень не прекращался ни о минуту. Дождевые струи падали на землю, словно острые стрелы, беспрестанно обрушивая на Вредаван потоки воды, мощные, как колонны, тучи. Эти тучи затопили все угодья и сравняли возвышенности и низины. Положение было ужасающе, угрожающе, особенности для животных. Ливень сопровождался сильным ветром, и все обитатели Вредавана дрожали от страшного холода. Не видя иного спасения, они бросились к Говинде, чтобы укрыться в его водостных столб. Особенно сильно страдали от дождя коровы, закрывая с собой телят. Они с пунутными головами приблизились к Верховному Господу в надежде, что Он защитит их. В это время все жители Вредавана смолились к Господу. О, Кришна, сказали они, Ты всемогущ и очень любишь своих преданных, то защити же нас от гнева Индры. Услышав их молнию, Кришна понял, что это Индра, не получивший привычного жертвоприношения, наслал на Вредаван ливень вместе с крупным градом и ураганными ветрами, чего никогда не бывает в это время года. Кришне стало ясно, что Индра сделал это умышленно и злил таким образом свой гнев. Поэтому Он сказал, Этот полубог, который возомнил себя Всевышним, демонстрирует сейчас свою мощь, но Он получит от меня достойный отпор. Я преподам Ему урок и покажу, что Он не является Верховным правителем Вселенной. Я, Верховный Господь, Владыка Всевосущего, и Я избавлю Индру от гордыни, порожденной Его могуществом. Полубоги мои слуги, и они не могут забыть о моем превосходстве над ними. Однако Индра из-за своего материального могущества стал до того гордым, что разум Его затмился. Я устрою так, что Его гордыни от Его гордыни не останется, если да. Я защищу своих чистых предных павриндавани, которые теперь целиком зависят от моей милости и которых Я обязан всячески защищать своей мистической силой Я спасу их. Приняв такое решение, Господь Кришна в тот же миг одной рукой поднял холм гвардана совсем ребенок срывает гриб. Так Он явил еще одну из своих божественных лил. После этого Господь Кришна обратился к Своим преданным. Дорогие братья, дорогой Отец, дорогие обитатели вредавана, укройтесь под зонтом, которым стал поднятый мной холм гвардан, и не бойтесь, что холм упадет с моей руки. Вы так страдаете от ливня и сильного ветра, поэтому я поднял этот холм, под которым вы сможете укрыться, как под огромным зонтом. Я думаю, это самый лучший способ спасти вас от нынешней беды. Спрячьтесь вместе с коровами под этим огромным зонтом и забудьте о своем горе. Получив заверение Кришны, жители вредавана, собрав все свои имущества и скот укрылись под холмом и оказались наконец в безопасности. жители вредавана и животные оставались там целую неделю, не испытывая голода, жажды и других неудобств. Они с изумлением посмотрели, как Кришна на мизинце своей левой руки держит гору. Наблюдая необычайную мистическую силу Кришны, царь небес Нидра был поражен и его уверенность в себе поколебалась. Он тут же отозвал все тучи и велел им прекратить дождь. Когда небо полностью очистилось от туч и снова засеяло солнце, перестали дуть ураганные ветры, тогда Господь Кришна, Верховный Господь Кришна, которого отныне стали вызывать поднявшим холм Говард Гамм произнес Дорогие пастухи, теперь, когда все позади, вы можете возвращаться к себе вместе с женами, детьми, коровами и имуществом. Наводнение спало и река снова вошла в свои берега. Жители Гриндауна погрузили свой скарб на повозки и стали неспешно возвращаться домой вместе с коровами, когда они все унесли Господь Кришна осторожно опустил холм на то же самое место, где он стоял раньше. После этого жители Гриндауна собрались вокруг Кришны и начали вооржать ему свою любовь с восторгом, обнимая его. Гопи, которые любили Кришну всем сердцем, угощали его йогуртом, пополам, со слезами и не переставая сцепали благословения. Яшода, Рахини, Нанда и Баларама сильнейший из сильных по очереди обнимали Кришну. С огромной любовью они снова и снова благословляли его. В небесах собрались полубоги с различных планет, Сидгалоки, Гандарвалоки и Чараналоки. Выражая свой восторг, они сыпали землю цветами и дули в раковины. Загремели барабаны и жители Гандарвалоки, охваченные божественным вдохновением, заиграли на тамбурах, чтобы доставить Господу удовольствие. Затем Верховный Господь в окружении своих любимых друзей и коров вернулся домой. Как обычно, гопи начали петь, прославляя подвиги Господа Кришны, и песни их лились из самого сердца. Так в книге Бактивиданте Кришна Верховная Личность Бога заканчивается глава 25 Опустошительный ливень в Риндаване. Прекрасно, правда? Прекрасно, правда? Бактивиданте Кришна 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 Два значения. Первое значение заключается в том, что Го – это коровы, и Вардхана означает питание, то есть тот, кто питает коровы. В те времена Го – Вардхан был внешне более живописным, чем сейчас. Его покрывало много зелени, на нем было много сочной травы. С его склона втекли ручьи, питаемые источниками, и коровы находили там свое отдохновение и питание. Но за пять тысяч лет, конечно, многое изменилось, люди стали более грешными, и поэтому воды становятся все меньше, зелени становятся все меньше. Такова наша реальность. Второе значение Го – Вардхан означает то, что Го – это также что? Чувство. Чувство. Это коровы, правильно, и также это чувство. Это чувство, и Вардхана означает, смещает направление, то есть смещает направление деятельности чувств на Кришну. То есть, другими словами, чувства должны быть направлены на Кришну, и в этом успех нашей жизни. И то, и другое делает Шигири Радж. Он питал коров Кришны, и одновременно он смещал чувства всех преданных в сторону Кришны. Это удивительное лило, помимо всего прочего, из него можно вынести огромное количество уроков, но это удивительное лило учит нас, в числе прочего, тому, что мы должны непоколебимо верить в Кришну, мы должны предпочитать Кришну абсолютно всему. И тогда те обстоятельства, в которые направляет нас Кришна, через эти обстоятельства проявляется Кришна. И Кришна проявился как холм Говардан, как Гири Радж. Удивительно. То есть, благодаря тому, что преданные обходили холм Говардан, они поклонялись холму Говардана, Кришна объявил, холм Говардан, они отлично от меня. И он предстал перед ними в огромном форме. Мы будем об этом говорить. То есть, Кришна проявляется через то, на что он указывает. Кришна проявляется через ту деятельность, на которую он нас направляет. Кришна проявляется через служение, которое мы выполняем другими словами. И Кришна проявляется через обстоятельства и атрибуты этого служения. Так как это было в этой замечательной истории. И Шимад Бхагава там описывается, как маленький Кришна обращался к Нади Махараджи и к другим старшим, которые готовили Индра Ягию, уже это предношение Индры. И Кришна обращался к ним, он говорил, обращаясь к отцу, он говорил, что «Пожалуйста, расскажи мне, что вы готовите?» Хотя Кришна знал, и не в первый раз он видел эту Ягию. Но Кришна обращался к Нади Махараджи. И здесь интересно отметить, что Кришна, как сверхдуша, направлял всех пастухов, чтобы они совершали Индра Ягию. В Бхагавадгите Господь Кришна говорит, что если кто-то поклоняется какому-то полубогу, то я укрепляю его веру в сердце, как сверхдуша, я укрепляю его веру в поклонение этому полубогу. Но проблема заключается в том, что почему? Потому что все равно он поклоняется мне, но просто он делает это овидхи-пурвакам. Неправильно. Не в соответствии с видхи, не в соответствии с правилами поклонения. А виды – это значит, если мне надо почесать мое правое ухо, то я делаю его так. Но это неправильно. Я должен сделать так. Если я делаю так, то люди, увидев это, позадумываются, все ли в порядке с этим человеком. Залазно? То есть, всему есть правильная, так сказать, канва, любому действию. Все делается в соответствии с определенной логикой и необходимостью. Поэтому овидхи-пурвакам – это поклонение Кришне вот так. Не совсем правильно. То есть, параматно-беспристрастно. И почему поклоняется Авидхи-пурвакам? Почему поклоняются Кришне в соответствии с правилами предписаниями? Этому тоже есть объяснение. Кришне говорит, что те, кто охвачены Камой, Камай-стай-стай, Хритагняна, чье знание затмевается, украдено, поклоняются полубогам. То есть, другими словами, люди поклоняются полубогам, потому что полубоги немедленно даруют материальные плоды. И полубоги должны даровать плоды, потому что они зависимы. Полубоги зависимы от действий человека. То есть, дальше Кришна задает Наде вопросы. И Он говорит, почему, почему вы поклоняетесь Индре? Махараджи объясняет, Он объясняет все очень логично, опять-таки. То есть, Кайтава-дхарма или обманная религия, материально мотивированная религия, очень логична. Она более логична, чем Санатана-дхарма. Чем Пара-дхарма. С точки зрения материальной. Логика материальная. Потому что любовь не всегда логична. Она нелогична зачастую, правильно? Знакома? Знакома. Любовь нелогична, но Кайтава-дхарма очень логична, очень последовательна, очень объяснима. И она объяснима с точки зрения Камы. То есть, есть материальные желания, полубоги обязаны их исполнить, если человек поклоняется им. Потому что полубоги зависимы. Они зависимы от законов материального мира, от законов мироздания. И поэтому, если человек возносит яки, произносит определенные мантры, полубоги должны это сделать. Потому что они не законодатели. И есть устроенный механизм. Этот механизм прописан еще до полубогов, до их явления. Он остается после них, он работает во время их, так сказать, когда они в этом теле, в своем полубожьем. То есть, есть правила, есть законы, которым они следуют. Законы материального мира. Полубоги подвластны законам материального мира. Поэтому, если мы поклоняемся правильно, мы получаем плоды сразу от полубогов. Но, Кришна не связан с законами материального мира. И поэтому, если мы поклоняемся Ему, то Он не обязан удовлетворять нашу камуну. Рано или поздно из своего милосердия Он удовлетворяет наше желание. Но не так, но Авидхи Бурвахам тоже. Понимаете? Потому что Он не связан с Авидхи. Он удовлетворяет наше желание, как Он хочет. И как Он видит лучше для нас, для души, как для души, для личности. Так Он удовлетворяет. То есть, постепенно, не сразу. Он выдерживает хорошую паузу. Он очищает нас через процесс следования. И потом Он уже что-то дает. Что-то. Может быть, не обязательно все даже. Но Он дает намного лучше. Он дает любовь. Любовь к себе. Итак, это поклонение полубогам. Но параматма, мы знаем, что параматма беспристрастна. Правильно? И силы правопады даже приводят пример. Совершенных, просто совершенных ответов. Что если вор молится, или у, не молится, у вора очень сильное желание украсть, у домохозяина есть также желание сохранить. Он говорит, у кого желание сильнее, тому сверхдуша помогает. То есть, сверхдуша беспристрастна, она может помочь в воду. Господи. То есть, что интересно, что, как богава, Кришна не желал, чтобы вы поклонялись Индре. Кришна желал, чтобы пастухи отбросили это Индре-Яге. Но, как сверхдуша, Он укреплял их веру в сердце, в поклонение Индре. Удивительно. Интересно. Правильно? А потом мы спрашиваем, так Бог хорош или Он плохой? Чего Он хочет? Иногда кажется противоречивым. Пути Господни неисповедимы. Но Бог очень пристрастен, как богаван, Он пристрастен к своим бактам. Как сверхдуша, он беспристрастен, но действует в соответствии с законами материального мира. Конечно, эти заблуждения в Раджавасе, они были очень невинны. Невинны, потому что в конечном итоге они предпочитли свою привязанность к Кришне, к ребенку, в соответствии со своей вечной расой отношений с Ним. И они согласились делать то, что Он просит. Они не рационализировали философски. Они просто удовлетворяли Кришну. Итак, Кришна очень разумно задавал вопросы на Димахрад. И что Он хотел сделать? Он хотел разбить гордыню Индры, которой немножко возгордился. И Он также хотел устроить замечательную лилу, которая будет потом праздноваться каждый год на протяжении тысячи-тысяч лет. И Он хотел устроить для своих близких преданных замечательное прибежище в виде холма Гвардана, чтобы на протяжении семи дней и семи ночей Он был вместе со своими преданными, всеми вместе, независимо от их расы взаимоотношений, от их сваробы, устроить общение с ними непрерывно на протяжении семи дней и семи ночей. Если мы почитаем об играх Кришны во Вриндаване, мы увидим, что Кришна не находится со всеми на протяжении целых суток, беспрерывно. Мама Яшода не может наслаждаться общением с Ним постоянно, потому что она провожает его, когда он отправляется пасти телят. На Анда Махаража точно так же. Старшие гопи не могут его видеть постоянно, потому что он иногда отсутствует, он отправляется там убивать демонов. Его пастушки и друзья тоже не могут находиться с Ним всегда, потому что он потом вечером идет домой и ложится спать, его укладывают спать. равный ему гопи, и Чимати Рады Рани также не могут наслаждаться с Ним беспрерывным общением, потому что он уходит даже от Чимати Рады Рани. Поэтому Господь устроил для них великий фестиваль, великий Утсав, Маха, Махотцев. Он устроил для них этот великий фестиваль и собрал их всех в одном месте, что так же никогда не было. Он собрал их всех в одном месте, и он наслаждался с каждым и с каждой отношениями и обменом любовью, лицом к лицу. И он смотрел на каждого преданного и на каждую преданную, лицом к лицу. И все они считали, что он смотрит на него или на нее, как в танце расу. Это тоже беспрецедентно, потому что когда Кришна танцует танец расу, например, он общается с гопи соответствующим образом, но он не делает это при своих родителях, потому что это будет воспринято как какое-то бесстыдство. В конце концов, правильно? При родителях он выглядит немножко по-другому, играет другую роль со своими родителями, в соответствии с социальной расой их. Или со своими друзьями-пастушками. Он тоже ведет себя совершенно определенным образом. Но там он собрал всех их. И со всеми ими он наслаждался определенным типом отношений. То есть он смотрел на гопи, и гопи понимали его определенным образом, они понимали его чувства, и они испытывали смущение, когда он смотрел на них. Он смотрел на маму Ешу, на Думахараджу и старших пастухов, и с ними он проявлял совсем другую гаву, в соответствии с той их вечной стой гавы, в которой они находились в своей сварупе естественной. И они думали, Боже, наш ребенок, как он может поддерживать? Он, наверное, устал. И они брали свои посохи, и они поддерживали холм и говорили, ну если бы не мы, Кришна бы, конечно, Кришна, как он может держать на мизинце вообще, нам надо больше точек опоры. Но только благодаря нашей силе, наш ребенок, благодаря нам он такой замечательный. Потому что мы его воспитали таким, сильным, умелым. То есть, Кришна, это было одновременно, и вместе со своими друзьями точно так же. Он вел себя определенным образом. Он смотрел на них, они смотрели на него. И это действие продолжалось 7 дней, 7 ночей. Но выглядело это так. Для них это время пролетело очень быстро. Как говорится, для них это показалось половиной мукурты, 24 минуты. Гадика. Такова это удивительная лила. Но вначале Кришна начал расспрашивать своего отца. Кришна хотел проучить Индру, потому что Индра несколько возгордился. Гора гордости Индры стала слишком большой, больше, чем Гаварда Андра. Поэтому Кришна должен был разрушить эту гору. Потому что Господь не любит, когда его преды начинают гордиться. Потому что гордыня противоречит всей нашей жизни в преданности. Это совершенно взаимоисключающее одно-другое явление. Гордыня и преданность Кришны. И поэтому Кришна, понимая главное желание своего предного, даже если это Сакама Бхакта, у которого есть много материальных желаний. Кришна, понимая и видя насквозь своего предного, понимая его самое глубокое желание предаться Кришне, он воспитывает своего предного таким образом совершенно непостижимо, для того, чтобы избавить его от ложной гордости. И слава Богу, способов у него сделать это предостаточно. Поэтому Господь Кришна сказал, мой дорогой Отец, пожалуйста, объясни мне, зачем такие усилия ты совершаешь? Ради кого они предназначены? Это что, жертвоприношение? Если это жертвоприношение для кого, удовлетворение кого оно предназначено? Что ты будешь использовать в этом жертвоприношении? Пожалуйста, расскажи мне, дорогой Отец, я очень сильно хочу узнать. Безусловно, не следует что-то скрывать от святых. Святые не должны ни от кого ничего скрывать, потому что они отлодоят равным видением. Ты святой человек, ты очень добродетелен. И святые, подобные тебе, смотрят на других, как на себя. У них нету концепции «я мое, а этот другим». принадлежит другим. И они не учитывают, кто является другом, кто является врагом, а кто является нейтральным. То есть, если Нанда Махараджа отвечал, мы очень заняты в подготовке этого жертвоприношения, то Кришна спрашивал, какова цель его, зачем ты это делаешь? Вначале надо понять, зачем мы это делаем, а потом делать. И если бы Нанда Махараджа сказал, ты просто ребенок, Нанда сказал ему, фактически он так и сказал, ты просто ребенок, зачем ты задаешь такие вопросы? Тебе не понять этого. Кришна сказал, у меня Махан Кама, я обладаю страстным желанием узнать это. Я хочу услышать. И Кришна сказал, тот, даже если человек нейтральный, от него могут скрывать что-то, но я не являюсь нейтральным. Кришна сказал, он говорит, татаста, татаста, это значит нейтральный человек. И татаста обычно в культуре, ведической татаста, это люди, которые были друзьями противоположной соперничающей группы. Люди, которые дружили, как бы с соперниками, если не с врагами, считались татаста. То есть такие люди не были врагами, они не были и друзьями. Нейтрально. Так вот, что говорит Кришна? Он говорит, что я не являюсь посторонним человеком. Более того, я не являюсь даже просто другом. Я являюсь очень близким членом твоей семьи. Поэтому ты от меня не должен иметь секретов. То есть другими словами, Нанда Махараджа в преддверии этой лилы, он как бы отстраняется от Кришны. Он не хочет ему раскрывать что-то. Но Кришна настаивает. Таковы отношения Кришны с преднами. Он настаивает, он доказывает, что я твой близкий, я сухрид. Я не посторонний тебе, я твой близкий, самый-самый близкий. То есть мы можем отстраняться от Кришны, но Кришна хочет, чтобы мы пришли к Нему больше, чем мы хотим. Дальше больше, чем Нанда Махараджа. Кришна желал быть близким к Нему. То есть он говорит, ты должен ко мне относиться, как к отмова, как к себе самому. Пожалуйста, расскажи мне. Но мы сомневаемся в столь сильной привязанности Кришны к нам. Почему? Потому что мы не слишком привязаны к Нему. Поэтому мы сомневаемся, что Он к нам привязан. У нас нет веры. У нас нет веры в Его привязанность к нам. Потому что у нас нет веры в Него. Потому что мы даже не уверены, есть Он или нет. Потому что мы читаем книгу Кришны И где-то у нас там Где-то там На полпроцента есть вопрос Это правда? Или нет? Согласитесь Положай руку на сердце Иногда нам кажется, что это правда Да, мы уверены, мы об этом проповедуем Но иногда мы начинаем задуматься А могло бы такое быть вообще или нет? Очень сложно Сложно, потому что Наше восприятие Кришны Пропорционально нашей вере в Кришну Наша вера Пропорционально очищению Нашего сердца Чем больше сердце очищено от материальной концепции И от материальных желаний Тем становится Более глубокой и более Твердой и непоколемимой Наша вера Потому что Когда мы верим в Кришну И мы практикуем эту веру Мы видим подтверждение Этой веры И тогда она растет еще больше И укрепляется еще сильнее Но если у нас нету большого опыта Надеяться на Кришну И испытывать его поддержку То, конечно Конечно Если нету такого опыта Сентиментальная вера Не может быть устойчивой То есть Для укрепления веры Сознание Кришны Нужно практиковать Нужно применять его в своей жизни И пытаться зависеть от Кришны В своей жизни Тогда сомнения будут уходить И дальше Кришна начал задавать вопросы На демократ Он спросил Это что за жертвоприношение Оно предписано в ведах Или это просто местные обычаи И мы знаем В особенности в Индии Там трудно вообще определить Там столько обычаи Столько обрядов Столько яги Столько ритуалов И трудно определить Это шастра Или это не шастра Или если это шастра Какая это шастра Строго ли ей следует Или это просто так называемая Стхалапурана То есть то, что Просто по привычке Из поколения в поколение Люди делают Удивительно И что интересно Что хотя ИСКОН Довольно молодая организация Довольно молодое движение Нам только-только Исполнилось 50 лет Но уже и мы Обросли разного рода Традициями Ритуалами И всем прочим Которые на самом деле Не имеют основания Не имеют корня в шастре Но которые Просто практикуются Где-то в Индии Или какие-то Браманы сказали И У нас тоже есть Это опасность Сместиться В своем понимании В своей философии В своей практике Быть смещенными Валами времени И гунами природы Поэтому И потом уже трудно Разобрать Где истинное Где нет Тем более Что в шастрах Есть масса рекомендаций В разных шастрах Есть Совершенно Взаимосключающие Предписания И Чему нам следовать Для этого У нас есть Основатель Ачария Нашего движения Если у нас есть Какие-то сомнения В конечном итоге Даже если мы Привязаны к чему-то Нам Лучше отказаться От этого И принять То что Говорит по этому поводу И так Когда Господь Кришна Расспрашивал Надо Махараж Начал объяснять Он начал объяснять Очень логично Он начал объяснять Так что Мы Земледельцы Мы Ворачиваем Коров Мы Заботимся О коровах Мы Все Зависим От злаков Мы Зависим От травы Все Растения Зависим От дождей Дожди Приходят От Туч Туч Посылаются Индрой Поэтому Мы Должны Довлетворять Индру Очень И Очень Логичное Объяснение Это Логика Которая Основана На Утилитарной Необходимости И Это То Что Называют Словом Протягша Это Логика Материального Мира Нельзя Сказать Что Материальный Мир Отсутствует Что Он Нелогичен Здесь Есть Определенная Логика Воистину Так Земля Круглая Да Это Логично Да Если Мы Поливаем Что То Оно Растет Здесь Против Этого Никто Не Может Возразить Правильно Да Мы Питаемся Этими Злаками Естественно Да Поклоняясь Полу Богам Мы Можем Получить Какие-то Материальные Благо То есть Логика Полностью Соответствует Здравому Смыслу Но Шимадбхагаватам Это Называют Кайтавадхармой Кайтавадхарма Это Та Религия Которая Мотивирована Материальной Логикой И есть И Кайтавадхарма Более Логично Чем Мы Говорили Уже Чем Любой Бог Но Смысл Заключается Смысл Кайтавадхармы Заключается В том Что Есть Сильная Привязанность К удовлетворению Чувств Более Сильная Чем К удовлетворению Кришны И Поэтому Как это Описывают Ачарии В комментариях На Бхагавата В этой Цепочке Дхарма Артха Кама И Мокша Карми Или Те Кто Следует Кайтавадхарме Материально Мотивированной Религии Они совершают Дхарму То есть Религиозную Деятельность Для того Чтобы Получить Арту Экономическое Процветание Что вполне Естественно Экономическое Процветание Предназначено Для чувственного Наслаждения Что так же Понятно Потом Когда люди Достигают Этого Так сказать Вершины Своей Жизни Или Деятельности Чувство Наслаждения Померзки Настроенные Люди Которые Приняли Кайтавадхарму Обманную Религию Они Не движутся Дальше К Мокше В том Понимании В котором Она может Быть У разных У разных Трансаниталистов Разное Понимание Мокше У кого-то Личное У кого-то Безличное Но Это уже Другой Вопрос Но Корми Или Те Кто При помощи Религии Хотят Решить Свои Материальные Вопросы И Нацелены На Это Обретая Удовлетворение Своих Материальных Желаний Возвращаются Опять Обратно К началу Цикла Гарми И Таким Образом Это получается Замкнутый Цикл Дхарма Ради Артхи Артха Ради Камы И Потом Дальше Опять Дхарма Ради Артхи И Камы И Так Это Замкнутый Цикл Замкнуто Колесо Получается И Оно Не Размыкается Мокшей Или Освобождением Или Чистым Бхакти Другими Словами Вот Этого Мы Должны Бояться И В этом Мы Должны Себя Проверить Мы Следуем Бхакти Ради Чего? Ради Того Чтобы Зажить Счастливой Жизнью И Оставаться Здесь Навечно Нет Религия Религия Предназначена Не Для Того Чтобы Обрести Комфорт В материальном мире Религия Предназначена Для Того Чтобы Возродить Чистую Любовь Господу И В конце Концов Вернуться В вечное Служение В Духовный Мир Это Настоящая Религия Мы Видим Что В этой Замечательной Лилии Какова Последовательность Последовательность Такова Что Послуги Послушали Нанду Махараджи И Они Отказались От Индра Яги Нанда Последовала Кришне Это Привело К Очень Сильным Страданиям К К Разрушению Всей Жизни Против К Угрозе Их Жизни И всему Процветанию Их Состоянию И В конечном Итоге Это Привело К Трансцендентному Блаженству Этому Маха Отцу Великому Фестивалю На протяжении Семи Дней Когда Под Влиянием Трансцендентных Духовных Чувств Любви К Богу Они Забыли Обо всех Страданиях Возможных И в конечном Итоге Это Привело Их К Установлению Очень близких Отношений С Кришной И к успеху И Трудности Были Преодолены И Это Тот Урок Который Мы Должны Вынести Из Город Ганн Лилы И Мы Видим Что Этот Урок В Действительности Он Применим В жизни Каждого Предного Потому Что Этот Урок Был Применим В жизни Щилы Провопады Мы Видим Как В жизни Щилы Провопады Как В Его Проповеди Это Было Полностью Применимо Мы Видим Как Щила Провопада Ничего Не И Сел На Корабль И Он Прошел Этот Корабль Прошел Как Щила правопада пишет 12000 миль он прошел бенгальский залив красное море арабское море красное море средиземное море атлантический океан ищи на правопада он пишет одному из своих друзей саньяси в индию и он пишет описывает о путешествии он говорит что мне было так плохо что на протяжении восьми или десяти дней я ничего не мог есть на корабле мне готовили вегетарианскую пищу но я не мог взять ничего в рот даже я постился и мне было так плохо что я думал что я оставлю тело потом в порт саиде капитан корабля купил мне электрическую плиточку на которой я мог сам себе готовить я начал сам себе готовить и начал потихоньку есть и дальше когда они через средиземное море они вышли в атлантический океан атлантика обычно очень бурная в то время но атлантический океан был очень спокойный и было солнце и капитан корабля сказал сколько я себя помню я такого не видел такой атлантику не видел и что правопада пишет это потому что господь кришна меня спас потому что если бы еще не такой шторм я бы не выдержал я бы оставил тело я не знаю кто-то из вас был в шторме кто-то видел может быть увидели на ю тубе что такой шторм это когда огромный корабль огромный корабль высотой с девятиэтажный дом когда его кидать его накрывает водой когда это это ужасное зрелище просто человек получает травму просто психологическую глядя это ужасно это реально ужасно я уже не говорю о том что вы испытываете когда вас просто кидает он постоянно внутри это ужасно и что работа пошел он сказал я бы оставил тело и он прошел столько трудностей и он зовет этого преданного который потом начал путешествовать уже когда правопада уже ушел и он зовет он он приезжает сюда в америку но никто не поехал к нему туда потому что там тоже его ждали трудности и и что правопада описывает и как он был в америке он говорит здесь все очень дорого здесь можно все достать я достал даже дутый рис и горчичное масло но та пища которую он привык в бенгалии там все на горчичном и дутый рис мури но что правопад но все здесь стоит огромные деньги здесь ездят на машинах здесь у каждого машина автомобиль они не имеют водителей они не имеют слуг потому что оплата труда очень дорогая они сами водят машины машины ездят со скоростью 80 миль в час это большая это большая скорость и что пропадает и когда мы ехали из баттлера в нью-йорк 500 километров в автобусе мы ехали светло как днем потому что машины тут непрерывные чередой и светят фарами светло в городе все магазины светятся светом светло как днем что пропадает никогда такого не видел он говорит здесь живут люди здесь уровень процветания большой но они работают очень много и они очень грубые они угро они не смиренные они очень злобные то есть он пропадает не наслаждался этого но вместе с тем хотя здесь очень трудно я каждый день даю лекции впервые я давал лекцию в церкви каждый вечер я даю лекции на час или полтора либо в каком-то обществе и в каком-то клубе либо какой-то церкви и они слушают они слушают хотя мне трудно понять их английский потому что произношение совершенно другое он говорит и им трудно понять мой английский потому что учила правопада было не знаю какое произношение так как говорят в индии но это очень трудно понять много трудностей еще группа пошел много трудностей но мы видим каким блестящим успехом и какой милостью закончилась это испытание еще правопада еще правопада говорит что я я очень сильно заболел после этого путешествия и климат здесь совсем не подходит для моего здоровья потому что там холодно холодный климат ужасный то есть мы должны сделать для себя вывод из этого из этой лилы всей если на нашем пути духовной жизни мы испытываем какие-то трудности то мы должны сделать вывод значит мы в параду значит это хорошо значит это преддверие великих свершений и что правопада таки пишет никто не придет кришне и не получит милость кришне не будучи сурово испытанным то есть мы должны понимать что если это очень суровое испытание в нашей духовной жизни мы должны быть тем более устойчивы значит мы на верном пути потому что если у нас все безоблачно и хорошо значит мы куда-то не туда идем друзья сомнится значит это не туда потому что с чего правопада каким чистым предам он был он был уполномочен распространить сознание кришны во всем мире и он прошел через такие испытания на грани смерти какие испытания нам нужно пройти для того чтобы доказать свою серьезность кришне чтобы он принял нас но в этом заключается предание господу и это то о чем учит говардана лила что самые неблагоприятные тяжелые условия испытания и лишения в конечном итоге в духовной жизни они ведут к великому успеху и к отношениям с кришной такова это замечательный говардана лила и поэтому пастухи приняли то что говорил кришна надо махарадж принял они устроили поклонение холму говардана вместо поклонения индри и кришна сказал ну долго готовится к поклонению холму говардана давайте вы возьмите все что приготовили для поклонения индри и предложить это лучше говардану если вы такие логики то более логичный более непосредственный опыт протягший это то что мы получаем все от говардана на самом деле они от индры поэтому давайте а интер если даже есть какой-то повелитель там все равно связано с законами кармы правильное действие он обязан нам предоставить плоды труда очень материалистично но поскольку это говорил кришна это было очень убедительно и на дому хорошо согласился так они сделали погрузились по воске и они объехали вокруг холма говардана они приготовили огромное количество пищи горы пищи горы риса кундук хира огромные башни высокие чапати и они предложили все это кришне города и кришна стена города он стоял рядом с ними но потом он вырос из города она и они увидели огромные огромные как вторая гора стоит и кричит он съел быстро съел сотнями тысячи миллионами рука начал хватать абсолютно все что ему предлагали он хватает это и есть отправлять свой огромный рот и все были в шоке в восторге от этого и он потом начал кричать о нью-йор дайте еще я хочу еще и так это было удивительно сгвардан оказался не отличным открыть таким образом господь удовлетворил своих предных которые были послушными ну и потом произошло то что мы о чем мы читали но также все закончилось хорошо конечно на основе на основе на основе вмешательства кришны и на основе отношений с кришной они не испытывали никаких трудностей 7 дней 7 ночей льет себе дождь все высыхает они не думали никакой камень не падает снизу с гвардана все хорошо никакого голода никакой жажды все счастливы просто смотрят на кришну и счастливы удивительно конечно я не хочу привить вам какой-то идеализм или какую-то утопию нам придется много потрудиться о чем мы уже говорили для того чтобы нам открылись такие отношения открылись то что человек начинает созерцать реальность видит что душа на этом уровне норме прямо душа является господин прерывается полностью цель кармической деятельности и человек обретает научное знание о боге чтобы это вкладывается можно означает практическое понимание практическое знание то есть он видит во и воочию видит кришну в очередь и в реальности вступает в отношения с кришной на том уровне чистой прямо тогда уже конечно нет необходимости пищи мой вопрос у меня есть вопрос какое же это приношение вы там готовите я так подозреваю что это будет предлагаться кришне да или нет да холм будет предлагаться кришне уже он будет предлагаться кришне не будет он уже предложен а ну хорошо потому что в некоторых храмах готовят холм и поклоняются просто пищи я не слышал что пришли права упаде проводили вот так делали это уже наше запретение не запрещено и смотрел вася предлагали горы пищи город сладости предлагали города поэтому это нормально это авторитет это нам но чтобы этого стала сказать копии самого холма гувардана это это уже наше изобретение что интересно как живучи до традиции я помню мы придумали этого не делалось нигде а мы придумали давайте сделаем давайте сделаем сладкое и мы сделали и мы делали фестивали там через по линии пищи жизни сладкая гора мы назвали это сладкая гора и делали пейзажную сладкую композицию и потом он пришел сейчас это делают везде во всех храмах украине как минимум в каком году я не знаю это началось давно лет ну не знаю наверное 20 точно это не только украина это подношение к решениц если это подношение форме холма гувардана спасибо а 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 Субтитры создавал DimaTorzok